Столичный театр Ермолова готовится к премьере. В экспериментальной постановке нет ни сюжета, ни главных героев, ни декорации. Актеры, одетые в черно-белое, читают стихи, а в руках у них чистые листы. На сцене поэты Серебряного века, которым пришлось покинуть родную страну. Назвали спектакль «Из пустоты». Почему именно такое представляют себе режиссеры «Жизнь поэтов в изгнании», расскажет Евгения Карих. В театре Ермоловой новый эксперимент – поэтическая премьера. В спектакле «Из пустоты» восемь поэтов актеры читают стихи великих русских эмигрантов. Долго думали, кого делать. Современных поэтов. Золотой век, Серебряный век. Речили все-таки Серебряный, но который уехал. Вот первая волна эмиграции. Набоков, Бунин, Ходосевич, Бурлюк, Цветаева. Им рукоплескали чужие столицы. Они мечтали вернуться в свою. В стихотворении Владимира Набокова сон – вопросы, которые задавал себе каждый, кого навсегда разлучили с родиной и близкими. Здесь нет сюжета и не главных героев, а фрагменты легко меняются местами. Еще не состоялась премьера, а Меньшиков уже предложил избавить спектакль. И от временных рамок сюда можно будет вводить новых поэтов, часами рассказывать о других эпохах. Пусть Егор тогда порисует на Цветаева. И еще на сцене почти отсутствуют декорации. Актерам, одетым в черно-белое, вручили только чистые листы. Их рвут, режут, сминают, выбрасывают и берут новые. Всегда начало, всегда пустота. Такое увидели жизнь поэтов-эмигрантов. Постановщики спектакля. Читать стихи артистов учили четыре режиссера. Вначале мы со своими блоками, своими поэтами, авторами пытались как бы что-то создать, наваять такой, каждый сам по себе. Потом все это, открыли карты друг перед другом, посмотрели. Вам пришлось ведь тоже трудно умирать. А что со светом такое, я не понимаю. Репетируя свою роль на генеральном прогоне, с не меньшей энергичностью Меньшиков исполняет еще одну худрук о постановке. К слову, стихи его героя Георгия Иванова и подарили спектаклю название «Творю из пустоты ненужные шедевры». Да вот как вот рождается стих, да, как появляется человек, как рождается образ, вот ниоткуда, да, кто знает, из какого ссора, да. Ну вот это вот, вот темно. На сцене в основном молодые чутицы, но зрители услышат стихи и в исполнении Владимира Андреева. Он читает Бунина, а также нескольких других более опытных коллег. Светлана Головина в образе Зинаиды Гиппиус предстает укутанной в бумажный кокон. Бужественная поэтесса в жизни, предпочитавшая брюки, юбка, а сигары вязанью предстает беззащитной. Олег Евгеньевич придумал, конечно, уход в подземелье. Как актриса я наслаждаюсь, что я постарела, и ушла в никуда, и волки завыли. Судьба поэтов в изгнании связала саму жизнь. Как переплетутся между собой эти листы, кажется, пока не знают даже сами актеры. Первому тайно откроется зрителю 9 декабря, день премьеры. Евгения Карих, Александр Терентьев, Эдуард Мамедов, ТВ-центр.